Ты можешь спрашивать, но вряд ли получишь ответ. Дай мне ключ от наручников. Не могу. Он пять лет просидел в тюрьме из-за меня. Объясни мне еще раз, почему ты готова взвалить на себя вину за смерть человека, не имея никаких доказательств? Потому что я помню. Потому что все именно так и было. Проверим, что ты помнишь. Ты помнишь, что оттолкнула Рауля, он упал и ударился головой. На основании этого никого не обвиняют в убийстве. Да, все это вышло случайно, я знаю. Но результат тот же самый. Возможно, ты не до конца меня знаешь. Как и все остальные. Рауль умер тем летом. Я попала в аварию почти через год. Я знаю, что было в промежутке. Ты об этом подумала? Я подумала. Я знаю, что Рауль был завернут в парус. Роберт положил его в шлюпку и уехал. Я кому-то об этом сказала? Нет. Я вообще хоть что-нибудь сказала? Я признала вину? Нет. Я пыталась выяснить, что с ними потом случилось? Нет. Я уехала домой. Потом в Швейцарию. Я взвалила все на него. Но есть вопросы, которые требуют ответов. И получить их можно, лишь открыв дело. Я согласна. Счастливый конец, да? С тобой ничего не случится. Что он сказал? Ясно. Я рисковал, а за риск надо платить. Нет, ты просто делай, что он говорит. Не раздражай его. Утром тебя освободят. Я нарушила много обещаний, но... Клянусь тебе, это я не нарушила. Куда ты сейчас? Домой. А потом куда? Не глупи, ты ничего не добьешься. Я не могу бездействовать. Ты лишь привлечешь внимание к себе и своей семье. Твои слова никого не убедят, ты не сможешь быть полноценным свидетелем. Да, но на этот раз мы будем говорить одно и то же. Нет. Сейчас все уже по-другому. Теперь я не бедный островитянин. Я могу нанять самого лучшего адвоката. Ты не знаешь груза. Я могу о себе позаботиться. Я всю жизнь это делал. Как и я. Странно, ты так меня любил. И не знал об этом? Когда начался этот кошмар, почему ты не разыскал меня? Ты знал, кто я и где меня искать? Я пытался, но мне не дали возможности позвонить. Разрешили послать телеграмму. Мой адвокат тоже послал. Мы не получили ответа. Наверное, вмешался отец. Сейчас это уже не важно. Идн, послушай. Теперь я знаю, что ты не отвернулась от меня и не оставишь в беде. Это все, что мне нужно. Я хочу сказать тебе кое-что. Ты должен внимательно меня выслушать. Я любила тебя тогда. И люблю сейчас. Конечно, не так, как Круза, но это любовь. Пойми, Роберт, я многое помню, но я уже совсем не та девочка, которую ты любил. Тогда я была эгоисткой и думала лишь о себе. С тех пор я изменилась. И теперь все будет иначе. Ты достоин лучшего. Правда. На этот раз я тебя не предам. Обещаю тебе. Ну что? Нам пора ехать. Ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в суде. Не продолжай, я все это знаю. Ладно. Ты хочешь, чтобы нас кто-нибудь встретил в участке? Нет, я не стану звонить. Никому из друзей? Нет. Дай руку. Слушай, это ни к чему. Пусть в стенограмме будет указано, что я не сопротивлялся. Конечно, ты не сопротивлялся, но так будет надежней. Ты не благодарна, ведь я сделал тебе подарок. Какой же? Твою жену. Перед тем, как тебя вышлют, суд разберется в законности обвинения. Я же сказал, не надо. Объясни, почему ты убил Рауля Мандрагона? Рауля Мандрагона. И у отец, и я давно были заклятыми врагами. Почему? Ну, скажем так, мы не могли поделить сферу влияния. Из-за этого и произошла ссора между Раулем и мной. Где? На яхте, на которой он работал. Чья это была яхта? А я не помню. Короче, я ударил его, он упал, ударился головой и скончался на месте. А он еще ударился головой в этот вечер? Да нет, насколько я знаю. Интересно. Я получил копию отчета о смерти Мандрагона. Ее прислали в Сан-Себастьяно сегодня вечером. Там сказано, что погибшему был нанесен удар по черепу слева прямо над ухом, который вызвал обширную гематому и привел к немедленной смерти. Также был зафиксирован ушиб на затылке. Доктор отметил, что он мог вызвать потерю сознания, но не смерть. Я уже говорил, это было давно, я не помню деталей. Он лжет. Ты не видишь, что ты делаешь? Веру показаниям. Ты могла бы не вмешиваться. Вы оба не виноваты. О чем ты говоришь? Рауля Мандрагона убил кто-то другой. Там были Келли и Тед, но они не могли. Там был Мейсон, Джерри Калхаун, мой отец, Джилл Роситер, глава службы безопасности, Джейн и Боб Крейг, Элисон Лонг. А кто из команды? Капитан и первый помощник. Оба прослужили на ехте 15 лет. Кто-то из местных был на борту? Не помню. Нет, нет, я видел на палубе, кроме Рауля, только двоих детей, лет 13. Они не были на приеме. Кто-то из этих людей мог ненавидеть Рауля? Я не знаю, я думаю, никто. Хотя некоторым он не нравился. Кому, например? Тебе не кажется, что ты знаешь? Я могу назвать себя. Ну, ладно. Подождите минутку. Я должен выйти, ладно? Не знаю, лучше это или хуже. Он хотя бы не обвиняет тебя. Да, я знаю, но он втянул в это дело тебя. Если он не найдет этого гипотетического убийцу, то снова примется за нас. Почему? Если бы Рауль не погиб, мы бы сбежали, как и планировали. Мы поженились бы, как ты думаешь? А? Наверное, да. И сейчас твой дом байбы моим домом, а твои дети моими. Я бы все-таки встретила Круза. Как? Я не знаю. Но я бы встретилась с ним. Ну что? Почему бы не попробовать? Это трудно. Безумная затея. У тебя есть идея получше, Мэйсон? Как всегда. Не заставляй себя уговаривать, Мэйсон. Ну ладно, вместо того, чтобы строить из себя Руби Голберг и Агату Кристи с большим риском для жизни, я бы принял более простое и разумное решение забыть все это. Согласны? Мне нравится эта мысль. Я не могу согласиться. Ты не можешь оценить хорошую мысль, меня это удивляет. Если Круз убежден, не знаю почему, что ты никого не убивал, мы можем пожать друг другу руки и разойтись. Надо жить настоящим, а не прошлым. Нет, 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 нет. Тогда я остаюсь на крючке. Любой из вас может передумать, и я окажусь в тюрьме. Так постарайся не доводить нас до этого. Ты несешь чепуху, мысль, убит человек. Спасибо. Но если нам неизвестно кем, что мы можем поделать? В мире много чудес. И лично я не берусь за их объяснение. Для этого есть телешоу, в которых многие чудаки пытаются что-то усиленно втолковать соседям. Мне это нужно знать. Зачем? Мне нужно знать, вот и все. Хорошо, хорошо. Ты нам поможешь? Только Джулию в это не втягивает. Ты сам ее не втяни. Спасибо. За что? За то, что был справедлив. Я могу уйти или нет? Можешь. Субтитры создавал DimaTorzok Дверь была открыта. Я всегда тебе рад. Все хорошо? Да. Как дела? Тебя Донал послал? Что ему нужно? Он озадачен. Озадачен. Он хочет знать, что происходит. Ничего не происходит? Пока. Ты видел Кастилью? И... Что он сказал? Что я не виновен. Отлично. Ты же это знаешь. Бобби, когда дела принимают дурной оборот, я уезжаю. Когда ты в последний раз был в Париже? Да, ты прав. Что мне делать здесь? Я же мечтал вернуться на Сиренос и жить там. Я всегда этого хотел. Но я рад, что наконец-то разобрался в себе. Можешь сказать... Можешь сказать... Можему другу Тоналу, что... Нашел меня в боевой готовности. Ладно. Скажу. Отлично. 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 Продолжение следует...